Во время нашего путешествия по южному побережью Египта мы останавливались в двух отелях. Сегодня я познакомлю вас с местом, которое оставило очень приятные ассоциации и хорошее воспоминание. Вадилла Ахмиазур – трехзвездочный отель на самом краю южного побережья Египта. Несмотря на удаленность от туристических центров и небольшую звездность, у меня отель в топе самых запомнившихся за 7 лет жизни в стране-пирамид. Нам пришлось преодолеть почти 450 километров, но мы наконец-то на месте. Давайте посмотрим, стоило ли ехать на край Египта. Ну что, первое впечатление, как для троечки, линейки Азур, очень даже неплохо. Мы заселяемся, все остальное по ходу. Наша цель в этом путешествии, видео о нем закреплено в описании, добраться до крайней возможной точки южного побережья Египта. Вадилла Ахми – предпоследнее туристическое пристанище в этом направлении. С нашего пляжа можно было видеть крайний отель. И потом ничего. С этой стороны страна-пирамид заканчивается. Начинается Судан. Вадилла Ахми находится рядом с маленьким городком Беренис. Затем закрытый поселок Шелатин. Именно там можно увидеть базар верблюдов. Но без сопровождения в Шелатин не попасть. Обязательно нужен гид египтянин, который сообщит о визите в полицию, и они назначат сопровождение. Да, в Египте не все места безопасны и открыты самостоятельным туристам. Вы обратили внимание, что территория достаточно большая? Ну а теперь давайте посмотрим, что из себя представляет стандартный гостевой номер в отеле Вадилла Ахми Азур. Мы были очень приятно удивлены. Свежий ремонт, новая мебель, сдержанный симпатичный интерьер со слегка африканскими мотивами. В номере есть все, что обычно бывает в египетских отелях. Большим плюсом был балкон с панорамой на пустынную территорию отеля и боковым видом на прекрасное Красное море. А вот и пляж. Пожалуй, это главное, зачем едет Египет рядовой турист. Но в Вадилла Ахми приезжают не совсем обычные отдыхающие. Это место манит поклонников дайвинга с разных стран. В большей степени из Европы, египтян из столицы и таких путешественников, как мы. Идеальным пляж не назовешь. Он точно не подойдет любителям тюленьего отдыха, во время которого гости прямо с лежаков скатываются в нежное спокойное море. Здесь совершенно другая атмосфера и другой вид отдыха. Шумное, убегающее вдаль море, необузданный ветер, гоняющий белых барашков по синизам рудным просторам. И огромные коралловые заросли, скрывающиеся в морских глубинах. Дикие, почти не тронутые никем места вокруг. Полное уединение. Вот огромный бонус в Вадилла Ахмиазу. Тебе никто не мешает, людей не видно. Гости рассредоточились по всей территории отеля. И ощущение, что все вокруг только для тебя. В Вадилла Ахми идеальное место для полной перезагрузки. Могу сказать, что однозначно стоило ехать так далеко от Фургады, чтобы ощутить совершенно другой Египет. Дикий, необузданный, пустынный. С белыми барашками на море. Я такого в Фургаде не видела в Аптиле Семля. Каким-то особым духом свободы. И я даже не могу передать. Ну, в общем, вы все видите сами. Конечно, отель на любителя. Местность тоже. Но мне это все очень нравится. Большая, ухоженная зеленая территория. Высокие, шелестящие на ветру пальмы. Мне доставило огромное удовольствие прогулка по извилистым дорожкам отеля. Среди зеленых арок, напоминающих сказку Алиса в стране чудес. А очень сильный ветер в эту поездку не только не портил впечатление, а даже добавлял какой-то особый шарм. Ведь именно он сделал небо вот таким. Красивым. В Фургаде такое небо можно увидеть только зимой, когда наступает сезон сильных ветров. День близился к своему завершению, но я решила, что непременно нужно поплавать в бассейне. Из-за ветра вода оказалась очень прохладной, но бассейн был чистый, и я поплавала с большим удовольствием. Ну что я скажу, ребят? Как для отеля категории 3 звезды, я представлю отелю 3 с огромным плюсом. Ну правда, очень сильный. От территории до номеров, до полупустого состояния, когда тебе никто не мешает, и никто не сидит на голове. И мне кажется, это дорого стоит. С приходом ночи во всех египетских отелях начинается восточная сказка. И в Аделах Мязур не исключение. Особой магии добавила уединенное расположение отеля. В пустыне, куда не бросишь взгляд, и бескрайнее море. Прекрасное даже в темноте. Перед ужином я еще долго гуляла по освещенным дорожкам отеля. А возле моря света меньше. Наверное, потому что в Египте за ходом солнца к морю рекомендуют не подходить. А ночью оно становится опасным. Зато можно было спокойно посидеть на пляже. Никто не просил уйти, как это часто бывает в других отелях в ночное время. В Аделах Мязур за день пребывания я даже не увидела секьюрити на территории. В этот вечер я полностью потеряла ощущение времени и реальности. Забыла, кто я, где я и что происходит вокруг. Вот так может переключить сознание удачно выбранное место. Именно таким оказался В Аделах Мязур Азур Резорт. Из вечерних развлечений это бар возле бассейна с большим телевизором. А также на ресепшене можно найти стойку с книгами. Не густо, но гостям, приезжающие в Аделахме, вряд ли нужны предстающие аниматоры. Сюда едут дайвить и расслабляться в покое и тишине. Мы были в отеле по системе завтрак и ужин. А так как выехали в этот день из Хургады очень рано, то я порядком проголодалась. Поэтому ужин ждала с большим нетерпением. Ресторан находится на открытом воздухе. И такого атмосферного места я не встречала давно. По количеству гостей в ресторане я поняла, отель не пустой. Скажу откровенно, я давно не встречала такого приятного атмосферного места, где просто до невозможности мило. Выглядит все очень вкусно. Сейчас проверю и все вам расскажу и покажу. Поначалу выбор кажется небольшим. Но через пару минут ты понимаешь, это обманчивое впечатление. Да, в трехзвездочном отеле вряд ли подают лосось или креветки. Но есть салаты нескольких видов, нарезанные овощи, арабские соусы. Вечером в Египте принято есть супы. Они тоже в ассортименте. Большой выбор сладкого, моя слабость. Говядина, курица, рис, макароны. На улице в большой печи пекут пиццу. Сейчас будем разбираться, хорошо ли здесь готовят, и что из этого вкусно, а что нет. Ведь египетская кухня весьма своеобразная. Часто в отелях бывает так, что выбор большой, а начинаешь пробовать все невкусное. Были большие опасения, что здесь именно так. Но все, что я взяла, было невероятно вкусным. Еще приятно порадовало соблюдение санитарных норм. В Египте, к сожалению, с этим не очень. И далеко не везде вы увидите повара в одноразовых перчатках. Кстати, непременно посмотрите мое видео об уличной египетской еде. Ссылка на него будет в описании. Уверена, что многое увиденное в нем окажется для вас просто шоком. Ужин меня порадовал, это не сказать ничего. Как и вкусовым качеством, отлично. На мой выбор тоже очень хорошо. У подруги возникла проблема с вегетарианским меню. Но отдать должное персоналу решили это в течение, наверное, минут 5 вопросов. Поэтому с едой вот так. Для нас утро наступило в 7 утра. Все мои попытки встретить рассвет не увенчались успехом, потому что предыдущий день был очень длинным и насыщенным. Новый обещал быть таким же. Впереди у нас неизведанные места заповедника Ваде-эль-Хамаль и многое другое. До 12 дня до выселения я успела очень много. Гуляла по пляжу, по территории Ваде-Лахме, впитывала в себя энергетику неугомонного моря, ловила соленые брызги и плавала в бассейне в полном уединении. А еще нагуливала аппетит. К египетскому завтраку он просто необходим. Утренний прием пищи оставил не менее приятные впечатления, чем наш замечательный ужин. По ассортименту завтрак в Ваде-Лахме ничем не отличался от других египетских отелей. Но по показателям вкусности совсем другое дело. Обычный омлет, фалафель, овощи на гриле. Все было очень вкусно. Мы долго сидели на веранде. Завтракали, пили кофе, разговаривали, любовались морем и совершенно не хотелось покидать это замечательное место. Но впереди у нас были новые приключения. Дикие они туристические места и еще один отель. Кстати, ссылка на него есть в описании. Заключение. Отель понравился. Персонал вежлив. Территория большая. Море красивенное. Пустыня вокруг создает ощущение чего-то просто нереального. Номера уютные и комфортные. Еда вкусная. Я подала отель. Стала на сцену 4 звезды без разгума. Рекомендую рассмотреть этот отель те, кто путешествует по побережью. Кто не сидит на месте и хочет исследовать весь берег вплоть до самой крайней точки Досудана. Имейте в виду, что это на вашем пути. Сонник отличный. Качество превосходное. Спасибо за гостеперинство. А мы отправляемся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!